Добрый день! Это подкаст «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и конфликтах в самых разных странах – от Польши и Венгрии до Уругвая. С вами авторы «Атласа мира» и обозреватели «Радио Свобода» Александр Гостев и Ярослав Шимов. Литва и Словакия стали, так сказать, прифронтовыми государствами, ближним тылом Украины. В этой связи их роль в европейских делах стала заметнее, а голос слышнее. Надолго ли сохранится такая ситуация и какие это может иметь последствия? И как и российское вторжение в Украину, и их собственные внутренние проблемы меняют государства Центральной и Восточной Европы? Именно об этом и пойдет речь в нашем новом выпуске. Ярослав, мы уже в разговорах не раз отмечали, что после 24 февраля прошлого года мир для нас разделился на до и после, как и вообще даже для многих стран, хотя далеко не для всех. Но сегодня мы беседуем о Европе, и вот именно для стран Центральной и Восточной Европы эта временная веха точно важна и заметна. При этом ведь к 2022 году прошлому государства, о которых сегодня у нас зашла речь, и так подошли с большим набором собственных трудностей, непонятно как решаемых проблем. У кого-то их было больше, у кого-то меньше, но беспроблемных стран в Центральной и Восточной Европе к 2022 году, наверное, не было вообще. Два года пандемии, все это обострили еще сильнее. Так каков был, так сказать, пейзаж перед битвой? Какие проблемы были самыми насущными для Польши, Чехии, Венгрии, Балтийских государств и так далее накануне 2022 года? Последние два года перед началом войны в Украине, конечно, как и во многих других странах мира, в этом регионе очень многое в общественном пейзаже определяла пандемия ковида. Разное было отношение в разных странах к тем ограничительным мерам, которые вводились, и к их неизбежным экономическим последствиям. Разорялись многие малые предприятия и фирмы, увольнялись наемные работники, падение производства определенное началось, но, конечно, мало кто предполагал, что главное-то еще впереди, а главное-то пришло 24 февраля 2022 года. С одной стороны, Центральная и Восточная Европа, она была уже не первый год, и началось это еще, может быть, до пандемии, в состоянии такого легкого недовольства. Я имею в виду те мечты о быстром превращении в продолжение непосредственно Западной Европы, в то, что можно Западную Европу догнать по уровню жизни и стать такой действительно единой Европой, о которой мечталось в конце 80-х годов прошлого века, когда рухнули коммунистические режимы. Вот эти мечты оказались слишком смелыми, и для многих людей в том регионе, о котором мы сегодня говорим, наступила эпоха разочарования. Об этом была написана целая книга, я в наших беседах пару раз уже на нее ссылался, она очень толковая. Эта книга называется «Свет обманувшей надежды» Ивана Крастева и Стивена Холмса. Там как раз речь шла о том, что страны этого региона построили у себя, как они пишут, нечто вроде имитационных демократий. То есть Западу подорожали, но многое содержание западных институтов и западной жизни было перенесено на восточноевропейскую почву с рядом искажений, что называется. И этого не могло не произойти, потому что страны разные, культуры разные, исторический опыт разный. И вот в таком настроении, что, в общем, Брюссель, из которого многие политики-популисты в этом регионе очень любят делать страшное пугало, Брюссель давит, вводит всякие малопонятные регуляции и инструкции. Уровень жизни, соответственно, повышается не так быстро, как хотелось, а то и вовсе не повышается. Трудовая миграция из многих стран, из таких, как страны Балтии или, допустим, Болгарии или Словакии, растет. Вот, в общем, поводов для беспокойства было много. Но с началом войны произошел определенный перелом в настроениях, потому что люди в странах Центральной и Восточной Европы увидели перед собой реальный ужас и, возможно, переоценили многое из того, чем они были так недовольны до 24 февраля. Вы сейчас упомянули как бы внутренние проблемы каждой из стран региона. Но ведь еще были общие европейские проблемы, в которых именно эти государства очень были, что называется, завязаны. Как всегда, во-первых, все упирается в деньги, в деньги Европейского Союза. И споров вокруг этих денег, как их расходовать, кто кому их дает, было как раз к 22 году, ну, очень много. Во-вторых, были проблемы политические. Связаны они были с соблюдением, а вернее, несоблюдением некоторыми государствами таких базовых гражданских прав и свобод, которые очень Брюссель напрягали. Например, в Польше такие проблемы и, конечно, в Венгрии. Связано все это еще было с подъемом национал-популизма. А ведь были еще так называемые внешние акторы, да, внешние игроки, и задолго до 24 февраля очень бросались в глаза вот эти попытки вмешательства, я бы так сказал, с Востока в их личные дела. Наиболее сильно это проявилось, может быть, на Балканах, хотя и не только. И при этом, говоря с Востока, я не только Россию имею в виду, но и Китай, кстати. Если говорить о влиянии с Востока, было довольно много инцидентов, связанных с разведывательной деятельностью российских разного рода представителей и агентов в этих странах. Такие происшествия, которые вообще уже выходили несколько из ряда вон, как уже забытый под влиянием всех событий последних лет, но, тем не менее, взрыв в чешском селении Вербетице. Несколько лет назад, когда там взорвались оружейные склады, и позднее, в ходе расследования, стало ясно, что к этому взрыву причастны агенты российской военной разведки ГРУ. Это привело к резкому обострению отношений между Чехией и Россией. Что касается Китая, то тут картина была менее однозначной. Существовала такая платформа 16 плюс 1, где вот как раз страны региона, о котором мы говорим, собирались вместе с китайскими представителями, обсуждали разного рода, в первую очередь, планы экономического сотрудничества, но постепенно под влиянием более агрессивной политики и риторики китайских властей, та благожелательность, которая существовала в ряде стран региона, таких как Чехия и Словакия и Болгария, к усилению роли Китая, в первую очередь, в экономической сфере, это все начало сходить постепенно на нет. А что касается конфликтов между Брюсселем и странами региона, между, так сказать, Европейским Союзом и его органами, то там, конечно, все в основном крутилось вокруг упомянутых вами Польши и Венгрии, поскольку, ну, в Венгрии правительство Виктора Орбана давно уже действует по правилу, известному закону, что дышло, куда повернешь, туда и вышло, вносит соответствующие изменения в законодательство, в Конституцию, которая не нравится Брюсселе, поскольку есть определенный набор европейских принципов, которые члены ЕС обязаны соблюдать. Они касаются основных гражданских свобод, они касаются прав граждан на самовыражение, свободу слова, оппозиционную деятельность, независимого суда производства и прочее, и прочее. Вот относительно соблюдения всех этих прав и принципов, в Венгрии давно уже были сомнения у европейских стран и у Брюсселя, и в итоге эти сомнения, они привели к угрозе санкций против Будапешта, которая висела постоянно и висит над венгерским правительством уже несколько лет. С Польшей там сложнее, там больше все завязано на вопросы... Морали и религии. Да, ну, того, что называется культурной политикой и культурными войнами в некоторых контекстах, это, допустим, вопрос ужесточения законодательства, ограничивающего право на аборт. Это очень болезненная для Польши проблема, потому что правительство там консервативное о партии право и справедливость, и оно в соответствии с доктриной консервативных католических кругов, с которыми эта партия тесно связана, кисло смотрит на возможность для женщин распоряжаться, ну, как это принято говорить, распоряжаться своим телом в том смысле, что иметь право на аборт в случае нежелательной беременности. Ужесточение законодательства в этой области вызвало массовые демонстрации в Польше и в очередной раз продемонстрировало этот глубокий внутренний конфликт. Есть две Польши сейчас, фактически. Консервативная Польша, такая традиционалистская, вот этих вот тоже духовных скреп на самом деле. Это относится не только к российской действительности, это понятие. И Польша более современная, более либеральная, более, что называется, идущая в ногу с западным мейнстримом. Это две половинки. И вот какая из этих половинок возьмет верх, этот вопрос решается на каждых выборах в Польше, парламентских и президентских. Я уже заговорил о подъеме национал-популизма, консервативного, как правило, в странах Центральной и Восточной Европы, а вы сказали, 24 февраля эти государства, которые мы теперь называем прифронтовыми, да, за спиной Украины, столкнулись с настоящим ужасом. И все это как-то превратилось в такое адское варево, в котором однозначно некоторые государства поддержали Украину прямо двумя руками и всеми своими силами, такие как Польша, там, Балтийские страны или Чехия. Некоторые остались несколько в стороне или довольно сильно в стороне. Это Австрия, Венгрия и Румыния. И в прошлом году очень заметнее стали проявляться либо прозападные, либо, откровенно, пророссийские настроения в странах региона. Если говорить о том, какая ориентация возобладала после 24 февраля, в целом, конечно, Европа проявила солидарность с Украиной. И тут страны Центральной и Восточной Европы из этого общего потока особо не выделились, кроме, может быть, Венгрии. И одним из символов этой солидарности с Украиной стал один из первых визитов высокопоставленных европейских политиков такого уровня в Киев. Они туда поехали на поезде. Это были три премьер-министра Польши, Чехии и Словении. И еще один польский политик, Ярослав Качинский, лидер вот этой самой партии «Право и справедливость», к ним присоединился. Они приехали в Киев. Дело было еще в самом начале войны. И только было отражено российское наступление на Киев. В общем, это был такой визит действительно во фронтовой город. Они провели там переговоры с Владимиром Зеленским, украинским президентом и другими представителями Украины. И это было довольно громко. И это был довольно такой мощный жест, который показал, что те страны, которые вот стоят за спиной Украины, буквально в географическом смысле, они с ней солидарны. Исключением была и остается Венгрия. Виктор Орбан откровенно говорит о том, что это не наша война, и что в конфликте между Россией и Украиной он стоит на стороне Венгрии. Вот такой риторический прием. Ну, это тоже не неожиданно, потому что у Виктора Орбана очень длительная история техстных контактов и такого политического заигрывания и с Россией, и с Китаем, и с Турцией. Это целая так называемая политика открытости на восток, которую он когда-то провозгласил, в первую очередь из прагматичных деловых соображений, предчувствуя деньги. Что, мол, вот придут российские, китайские, турецкие деньги в Венгрию, и тем самым станет легче разговаривать с тем Брюсселем, с которым у него у Орбана очень плохие отношения. Эти планы не сильно оправдались из наиболее заметных вещей, которых удалось добиться в рамках этой политики открытости на восток. Ну, можно назвать контракт на строительство Росатомом атомной электростанции ПАКЖ-2 в Венгрии на несколько миллиардов евро. Крупный контракт, да, безусловно. Но никаких чудес не произошло. Однако линию свою Орбан упорно гнет, и в части солидарности с Украиной Венгрия, безусловно, наиболее прохладно настроенная страна. Но есть еще и за спиной Украины, раз уж мы такое географическое определение используем, и Румыния, и Болгария. Австрия, она, конечно, подальше, но она тоже заняла нейтральную позицию. Почему так? У Австрии это отдельная история. Действительно, у нее нейтральный статус даже в Конституции прописан, и он как бы въелся австрийцам под кожу. Швеция и Финляндия, две другие страны ЕС, тоже придерживались этого нейтрального статуса долгие годы. Они в разгар украинской войны подали заявку на вступление в НАТО. В Австрии об этом даже речи не идет. Нейтралитет поддерживают по опросам более 80% австрийцев. Это такая национальная политика, это такое желание действительно оставаться над схваткой. Оно в нынешних условиях довольно сомнительно, но, тем не менее, это действительно воля общества. Там есть определенные политические силы, которые выступают за более конкретно ясно выраженную позицию в этом конфликте, но они в явном меньшинстве. А так Австрия присоединилась формально к санкциям против Кремля, но показательный момент, что в апреле прошлого года канцлер Австрии Карл Нехаммер съездил в Москву, виделся с Путиным, больших каких-то прорывов этот визит не принес, но Нехаммер остается единственным лидером страны ЕС, который побывал в России и виделся с российским президентом уже после начала вторжения. А Румыния и Болгария, их руководство? С Румынией все. Она стоит как-то немножко в тени, хотя румынский президент Клаус Яханнис тоже съездил в Киев, в компании с уже другими европейскими политиками, с итальянским премьером тогдашним, с французским президентом Макроном. Романская группа государств, назовем это так, посетила тогда Киев. Но Румыния как-то не особо себя в этом плане проявляет. Там единственный момент, они приняли довольно много беженцев украинских. Там есть конфликт между Румынией и Украиной, и, конечно, на фоне войны это звучит смешно, но, как ни странно, для Бухареста он важен. Это конфликт по поводу румынского меньшинства, или румыноязычного меньшинства, потому что часть этих людей себя идентифицирует как молдаван, которые живут в Буковине, вот в приграничных районах в Западной Украине, и там есть трение по поводу украинского закона об образовании, по поводу положения румынского языка в национальных школах. И вот вокруг этого Румыния, так же, кстати, как и Венгрия, задает много вопросов, и, в общем, ей не нравится эта национальная политика украинского правительства. Отсюда проистекает вот эта вот определенная дистанцированность. Ну, а Болгария, там традиционные русофильские настроения, которые, собственно, еще с 19 века на самом деле идут, и там тоже раскол в обществе по линии отношения к украинской войне. Болгария, на самом деле, оказывает и военно-техническую помощь Украине, хотя начала это делать позднее, чем другие страны региона. Но там есть абсолютно четкое разделение. Там есть президент Руменрадев, который, с одной стороны, бывший генерал авиации, прошедший школу НАТО уже в эти вновейшие времена, учившийся в Америке, но, с другой стороны, имеющий очень крепкие давние связи с Россией, и в своей политике он скорее вот на пророссийской стороне, так же, как и левые националистические фланги болгарского политического спектра. По центру там, наоборот, прозападные силы. Так что везде все пестро, и везде, во всех странах региона, вот эти два лагеря представлены на политической сцене. Мы с вами еще одно государство пока не упомянули, небольшое, но однозначно вставшее, конечно, на сторону Киева, раз мы туда сместились на юго-востоку регионы. Это Молдавия. Да, безусловно, там у власти президент Майя Санду и возглавляемая ею, ориентирующаяся на нее, проевропейский блок. Но там тоже есть раскол, потому что оппозиция социалистическая, она пророссийская. Бывший президент Игорь Дадон был фактически человеком, который произносил при любом удобном случае дифирамбы Путину, ездил на все парады в Москву, снимался рядом с Путиным. Там картина принципиально не отличается. Там тоже есть этот раскол и в обществе, и в политической релите. Вы слушаете «Напоминаю» наш с Ярославом Шимовым подкаст «Атлас мира». Скоро мы к вам вернемся. Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев. Существует в Америке тенденция не видеть дальше, чем собственное благополучие. Но в ситуации с Украиной я не думаю, что этот сентимент будет превалировать. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях. Ведущий Юрий Жигалкин. А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его авторы Ярослав Шимов и Александр Гостев. И мы продолжаем разговор о странах Центральной и Восточной Европы в новой эре, эре войны в Украине. Ярослав, мы уже упомянули очень важную тему в разговоре. Волну беженцев из Украины в регион. Кого, где и как принимали? Это же очень важно и очень отражает позицию тоже этих государств. Что принесли с собой беженцы? Как они, может быть, даже изменили по-своему общество в каких-то небольших государствах, особенно где в процентном отношении их стало много? Как, может быть, у многих наций в Центральной и Восточной Европе из-за этого возникла или не возникла уже усталость от этой войны, от присутствия беженцев? Вообще, какие политические последствия для самого этого государства это может иметь? Самый яркий пример здесь, конечно, Польша, потому что она больше всех приняла украинских беженцев, более четырех миллионов. Это видно и слышно, это присутствие украинского элемента. Слышен украинский язык или русский язык, потому что из русскоязычных регионов тоже бежали люди. Слышен на улицах. В самом начале войны, конечно, эти лагеря беженцев, эти центры временного размещения, все это сильно оказывало влияние на жизнь людей. Масса, десятки, может быть, сотни тысяч поляков помогали украинским беженцам. Сейчас основная волна мигрантов пришлась из Украины на вот эти страны. Польша, как я уже сказал, четыре с лишним миллиона, Чехия более четырехсот тысяч, Словакия, если я не ошибаюсь, более двухсот тысяч, Венгрия при всем отношении Орбана с Москвой и так далее все-таки более ста тысяч приняла. Это проблемы конкретные, это размещение, это трудоустройство, это пособие, это устройство детей в школы, которые, естественно, местного языка не знают. На каждом шагу огромная масса проблем. Но, как ни странно, насколько я могу судить, в большинстве случаев эти проблемы решались быстро и достаточно успешно. По той причине, что, как отмечают местные наблюдатели, журналисты, социологи, украинские беженцы в первую очередь, они искали работу, они абсолютно работы не чурались. И, с другой стороны, в те регионы, допустим, западной Украины, которые все-таки в меньшей степени подвержены российским ударам, многие люди вернулись. То есть такая текучая миграция. Кто-то пришел, кто-то одновременно уехал домой. И понятно, что преобладают абсолютно женщины, люди старшего возраста и дети. И это тоже, конечно, имело большой эмоциональный эффект на принимающие страны. Но вот вы упомянули об усталости, она есть, поскольку война затянулась, беженцы — это затраты, это определенные заботы, конечно, и для местного населения. И часть политических сил эксплуатирует эту тему, говорит о том, что вот, приехали, мы им помогли, ну хорошо, пора бы уже, как говорится, закругляться. И начинают эти популистские силы и националистические играть на этой карте. В частности, в Чехии приведу один пример. Во время всех политических кампаний с начала войны оппозиция националистическая заняла такую позицию. Наше правительство больше заботится об украинцах, чем о наших людях. Это неправда. Это, конечно же, ложь. Но это ложь, которая на определенную категорию населения воздействует и воспринимается ей на ура. Я упомянул, так сказать, политические последствия, но понятно, что это все не на пустом месте берется. И действительно, война принесла с собой экономический кризис. Растут цены. Реально неизвестно, как будет развиваться ситуация с энергоносителями на европейском рынке. Люди обеспокоены. Ярослав, на самом деле, согласно последним опросам, которые традиционно Рождество, Новый год проводится в Европейском Союзе, большинство жителей во всех странах Европы обеспокоены больше всего именно ростом стоимости жизни, а не чем-то еще и даже не войной в Украине. И ведь наибольший рост цен потребительских наблюдается именно в странах Балтии и Центральной и Восточной Европе из-за их энергетической зависимости от России. Об этом многие сейчас пишут от Financial Times до агентства Bloomberg. Больше всего цены выросли на продукты животного происхождения, но подорожали и зерно, и фрукты, и овощи, и, конечно, энергоносители, бензин, электроэнергия. И вот половина опрошенных в этих государствах, о которых мы говорим, считает, что на самом деле не война, не ковид, не инфляция причины этому, а то, что производители продуктов питания, ритейлеры искусственно завышают цены, используя различные аргументы, в том числе вот эти, для увеличения своей прибыли. И это ведет к очень сильной такой социальной турбулентности. Больше всего рост цен по статистике беспокоит поляков и литовцев. Это одинаково 97% опрошенных так ответили. И второе наиболее часто упоминаемое беспокойство для них — это вообще риск бедности и социальной изоляции. 82% европейцев его опасаются, опять-таки, больше всего это заметно в Центральной и Восточной Европе. В Польше этого страшатся 85% населения. Вообще, когда я знакомился с этими цифрами, я понял, что больше всего-всего опасаются поляки, судя по вот этой статистике. А инфляция, она бешеная везде. Она вот только в декабре в Чехии, например, составила 15,8% в годовом исчислении. За весь прошлый год средний уровень инфляции в Чехии — 15 с лишним процентов. Это вообще самый высокий показатель с момента, когда независимая Чешская республика образовалась. Он выше был, кажется, только в 93-м году, когда инфляция достигала 20%. Вообще, двузначная инфляция в конце прошлого года. Она во всех странах Европы была зафиксирована. Если упоминать только интересующие нас страны, то вот такие цифры. В Австрии инфляция больше 10%, в Македонии больше 14%, в Чехию я уже упомянул почти 16%, в Болгарии почти 17%, в Эстонии 17,6%, а в Венгрии, которые мы не раз тоже уже упомянули, 24,5%. Вообще, хуже всего дела обстоят в Молдове. И вот еще для сравнения тоже страна совершенно соседняя на все оказывающее влияние — Турции. Там инфляция вышла на уровень, соответственно, в Молдове больше 30% в год. А в Турции вообще запредельные цифры, ненормальные, почти 65%. И вот это все, конечно же, влияет и на политику, и на отношение к российско-украинской войне, и очень на многое другое. Сейчас, в этом году, ведь важнейшие выборы предстоят и в Польше, где будут избирать новый Сейм, и в Чехии сейчас второй тур президентских выборов. Это такая битва двух миров фактически. Две Чехии, опять-таки, сошлись друг с другом, и много где еще. Да, безусловно, и одно перетечет в другое, что называется, я не хочу тут звучать как убежденный марксист, которым я не являюсь, но бытие часто определяет сознание. И когда людям становится нечем заплатить по счетам за коммуналку или за продукты питания, то они готовы услышать, знаете, эти дудочки крысоловов из сказки, которые играют понятные, простые мелодии, обещая все решить очень быстро, а главное быстро заключить мир. Например, сейчас один из кандидатов президента Чехии, миллиардер, бывший премьер-министр Андрей Бабиш, он сейчас примерил на себя мантию миротворца. Это очень удобно, потому что его соперник по второму туру генерал Петр Павел, бывший глава военного комитета НАТО. И вот он очень активно говорит о том, что он, конечно, будет способствовать заключению мира. Но вопрос в том, что, в общем, от президента Чехии в заключении мира между Россией и Украиной зависит, прямо скажем, немного. Зато лозунг хороший, мы за мир, ну кто ж не за мир, все за мир. Но немедленный мир может оказаться миром на условиях агрессора. Но об этом популистские политики уже не говорят. Понятное дело, что в Польше, допустим, картина очень сложная, потому что партия право и справедливость, консервативная, у нее очень, на самом деле, успешная социальная политика за время ее правления. Там и социальные выплаты, и детские, в частности, пособия очень сильно возросли. И за нее голосуют многие люди, которым не нравятся другие какие-то моменты ее политики. Тоже ужесточение закона об абортах или чрезмерная близость к консервативному крылу католической церкви. Но своя рубашка ближе к телу. И если, допустим, я отец семейства и государство мне пробросило неплохих денег в виде детских пособий, ну я, конечно, пойду и проголосую за ту партию, которая этот закон приняла. Все крайне смешано. Но то, в чем, так сказать, для меня есть определенная надежда на то, что дела пойдут не так уж плохо, это в том, что согласно опросам в целом по ЕС и в этом регионе тоже большая часть граждан все-таки готова на определенные лишения и определенное затягивание поясов при условии дальнейшего продолжения поддержки Украины во имя остановки российской агрессии. Это дает надежду на то, что это политика солидарности, которую Европа демонстрирует все-таки при всех, но сначала вторжение сохранится. И даже политические пертурбации, которые может принести этот год, радикально эту ситуацию не изменит. Итак, это был наш Атлас Мира. Наш подкаст всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах. Теперь и на новом канале в YouTube, Радио Свобода Live, а еще в Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts и Google Podcasts. Разумеется, и на нашем сайте свобода.org, в аккаунтах Радио Свобода, в разных социальных сетях. Продюсер этого Атласа Мира Михаил Косторов. А мы, Александр Гостев и Ярослав Шимов, с вами прощаемся на некоторое время. Всего доброго, не болейте и мира нам всем. Всего доброго, до свидания.